Всем привет! Хочу дать быстренький отзыв на новиночки и на колготки. Первой будет зубная паста Нуки с клюквой от налета и зубного камня. Вся линейка Нуки у нас без СЛС и СЛС и парабенов. Сама паста красная, гелевая. По вкусу напоминает леденцы от кашля, если вот они с каким-то ягодным вкусом. Она приятная, никаких отрицательных ощущений нет, но она очень-очень мятная. Несмотря на то, что она без СЛС и без парабенов, она хорошо пенится. Конечно, не горошинка, как в пасте 200+, но все равно хорошо пенится. Есть один минус для меня. Когда чистишь зубы и сплевываешь пену, она такая красноватая. И у меня, как у человека, который долго страдал кровоточивостью десен, уже неадекватная реакция на происходящее. Но я могу подтвердить, что с налетом она справляется, потому что хочешь-не хочешь, несмотря на использование двух видов щеток и использование зубной нити, все равно образуется мало-помалу налет на внутренней стороне нижних зубов. И когда начала пользоваться этой зубной пастой, появилась такая шероховатость, и потихонечку, как песочек, стал отходить этот налет. Вот эффект мне понравился. Драю я этой зубной пастой со всей силы. Мне нравится, что она без СЛС, без СЛС, без парабенов. 97% натуральный состав. Если кому-то интересно, вы можете почитать. Паста классная. Еще протестировала зубную пасту 0+. Вообще, нуки будут в каталоге 73 рубля моя цена. Эта зубная паста 66 рублей. Ну, пусть там немножко с доставки упадет. Она свежая, то есть они где-то на складах откопали. Она вот произведена 12 сентября. Без фтора и без лаурил сульфата натрия. Почистить 2-3 минутки. Она такая тоже гелевая, прозрачная, с привкусом, возможно, клубничной жвачки. Я до конца не разобралась. Флакончик, мне кажется, миллилитров 50. Вот вам артикул 16.43. А у нуки спрятали артикул. 26.58. Детские зубки хорошо почистила. Ну, хорошая детская паста. Безопасные и всего 66 рублей. Компании Фабирлик я доверяю, поэтому спокойно использую эту детскую пасту. А как сказала стоматолог, на последнем приеме старшего сына волшебных зубных паст не бывает. Протестировала маску для волос Ботаника. Она мне очень понравилась. Вообще, в принципе, в линейке Ботаника мне нравится... Подождите секунду. Мне нравятся именно маски и бальзамы. Шампуни не заботятся о моих волосах. А не потом как сеновал. Да, я должна предупредить, что у меня неокрашенные волосы. Ну, достаточно густые. Стрижка чуть длиннее каре, наверное. И у меня волосы как сеновал. И пока с моими волосами справлялась только линейка Суперфуд. Но эта маска оказалась обалденной. Вот она указана, что для сухих и поврежденных волос волосы стали очень мягкими, очень гладкими. Эффект получился даже лучше, чем от маски из линейки Суперфуд. Однозначно мой фаворит. Буду покупать еще, еще, еще. И, наверное, эта новинка порадовала меня больше всех остальных. Приятная душка, шикарная текстура, шикарный уход за 73 рубля банка. Ну, мне кажется, если бы еще какой-нибудь стильный дизайн придумали, вообще бы раскупалась на ура. Ну, тут уже, конечно, не в дизайне дело, потому что линейка действительно Суперская. Тоже натуральная. Поэтому заказывайте, пробуйте. У меня очень капризные волосы. Мне многие не подходят. Маски и бальзам. Ну, то есть, как бы от них эффекта нет. А вот от этой масочки эффект просто потрясающий. И одушка, она такая сладковатая, но не приторная. Освежители. Не могу дать все равно положительный отзыв. Лаванду разместила в платиновом шкафу. Вишенку разместила в прихожей. И цветочные разместила в ящике комода. Вишенка все-таки создала такую сладковатую ауру в коридоре. Я ходила туда-сюда по коридору. На следующий день не могла понять, чем так сладковатым пахнет. Периодически, как будто бы я ловлю шлейф. Я совершенно забыла, что я повесила туда ароматизатор. И только к концу дня, когда пришел супруг, я его встречала. Я поняла, а там же ароматизатор висит. Но все равно, вот в предыдущей версии, когда я тестировала ароматизатор для дома, для белья, он пах гораздо сильнее. Лаванда так и не соизволила. Ничем меня побаловать. А цветочный, ну, внутри ящика пах, но все равно не то. А дизайн, конечно, отличный. Если поработают над тем, чтобы устранить вот этот брак, может быть, пропитка была недостаточная или еще что-то. Упаковка-то была вакуумная. Ну, будет хорошая вещь, действительно хорошая вещь. Забыла в распаковке показать, потому что, как только пришли коробки, сразу достала и начала тестировать на супруге, потому что у меня пищевое окно было закрыто. А мне нужен был хоть какой-то результат, чтобы вам рассказать в распаковке. И в итоге в распаковку это не попало. Два соуса из трех. Грибное уже едет ко мне. Сливочный сыр. Я же вам у ботаники не сказала артикул. 12,70, 150 мл. Вот. Сливочный сыр. Вот вы знаете, у меня всегда затык с артикулами. 16,123. Я не люблю сырные соусы, честно сказать, потому что у меня, ну, для меня у них вкус такой вот ненатурального сыра, как если бы это были чипсы со вкусом сыра, которые я не переношу. В этом соусе вкус не такой химозный. Он приятный. Я его пробовала с отварным яйцом на завтрак. Мне понравилось. И вот думаю, может быть, мне тоже кусочек семги купить. На пару приготовить и с этим сыром попробовать. Ну, в принципе, в принципе, вкусно. Вот. Ну, как жирненький такой майонезик, но я против жиров ничего не имею. Как раз в первом видео по БАДам я вам расскажу, почему ничего не имею плохого против жиров и с удовольствием их употребляю. И соус чесночный. Ну, как будто бы майонез с чесноком. Ничего прям такого особенного. Единственное, что супруг сразу почувствовал наличие уксуса. Он действительно есть в этих соусах. А вот в кетчупе нет. Поэтому кетчупу приоритет. Вот. И вот эта кислинка здесь, она ярко выражена, неприятная. Его я повторять не хочу. А вот сырный еще раз пробую, распробую. И, возможно, куплю. Колготки. Сняла отдельное видео для вас, но потом поняла, что смотрится это убого. Эластичные колготки велюр 60 ден у меня в максимальном размере, потому что у меня рост 1,84 метра. Широкие бедра и длина ноги у меня 1 метр. Из моих 1,74 метра. Поэтому всю жизнь, насколько обстроена я ни была, у меня максимальный размер нужен именно по ростовке. Мне в этих колготках, ну, больше всего меня просто добило, это то, что там два шва на попе. Вот не хотела вам их уже примеренные показывать, но покажу. В целом они классные, они эластичные. Я боялась, что они будут сползать, они не сползают. Но вот эти швы, как вроде плоские и все, но я вот их между ног ощущаю, мне некомфортно. Как-то к ним надо привыкать. Вроде указано, что хабы ластовица. Но, возможно, давайте проверим. Цвет классный, изумрудный, мне нравится. Вот так изнутри все это выглядит. Конечно, уже после примерки это все не так симпатично. Колготки прям ровно выполнены. Но цвет классный, плотность хорошая, очень мягкие, хорошо облегают. Не идеальные ноги, в моем случае это жирные коленочки, выглядят достойно. То есть можно одеть юбочку и чуть повыше колена. Мне это в колготках всегда очень нравится. А вот в колготке 40 Дэн сели уже не так хорошо. Они менее эластичные. У меня светло-бежевые матки. Давайте я вам оттуда покажу только поясок. И скажу, что совершенно это не низкая посадка. Но я все равно заказала еще, потому что вес уже потихонечку уходит. Почти 3 килограмма я сбросила. За период марафона, я думаю, колготки сядут лучше, потому что, видите, как все некрасиво после уже одной примерки выглядит. Что мне понравилось в этих колготках? Что у них выделена пяточка и икра. Поэтому они очень хорошо облегают. Они нигде не сборят. Вот я люблю в таких колготках, чтобы была выделена икра и пяточка. Тогда вот тут не собирается. Ну, на моей практике тогда тут не собирается. Колготки светленькие. Есть еще потемнее. И черный. Ну, за 100 с копеечкой рублей. 100 Дэновские 200 с чем-то. А эти 100 с чем-то. Проходите. Ну, у нас в Калининграде, по крайней мере, еще есть. Я еще немножечко дозаказала и себе, и подружкам в заказы. Положу. Ну, вот колготки я впервые в жизни обозреваю. Даже не знаю, что вам по ним сказать. Но для меня всегда главная проблема, чтобы в моем размере, я беру, то есть по ростовке, вот, чтобы по росту подходили колготки. Они мне в талии просто гигантские. Можно две меня поместить. Ну, такая у меня фигура непропорциональная. Абсолютно непропорциональная. Нет, вы сейчас скажете, конечно, на комплименты напрашиваюсь. Да, длинные ноги, широкие бедра и поуже в талии. Ну, вот. А одежда почему-то на меня не рассчитана. Точнее, колготки на меня не рассчитаны. Штаны на меня не рассчитаны. Комплекты нужно всегда брать по отдельности вверх и вниз. Ну, свои издержки. Кстати, вот указано тут, что ХБ ластовица, кроме размера XL. В размере XL тоже две полосы на попе. Точно так же между ног неудобно. Поэтому делайте выбор сами. Надеюсь, мой отзыв был вам полезным, а видео приятным. Всем большое спасибо и пока-пока.